Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, позвольте я продолжу. И в своем докладе я постараюсь остановиться на наиболее узловых, наиболее значимых моментах классификации восьмой редакции и экстраполировать эти моменты на хирургическую практику. Собственно говоря, седьмой пересмотр. Вот группировка по стадиям. Всем хорошо знакомые, все достаточно понятно. Четыре стадии делятся на А и Б. И вот появляется вот это. С первого взгляда достаточно сложная для понимания таблица, потому что появляется субкатегория 1А, появляется 3С, 3С это первичный местно распространенный нерезиктабельный рак легкого. Появляется подкатегория М1А. Ну, с одной стороны сложно, но с другой стороны эта классификация прогностически более валидирована, нежели все остальные, которые были. Она, по сути, представляет собой такой определенный агломерат тех данных, которые уже были. Плюс добавить дополнительно то, что мы имеем. Это классификация морфологическая Трэвиса Брамбила, это классификация определенных рентгенологических критерий, это определенные тенденции, тренды в клинической практике. Все эти данные, эта классификация попыталась, ну, по крайней мере, попыталась учесть. Не все это получилось, но попыталась. С чего все это начиналось? База данных, которая вошла в состав восьмой редакции. Это достаточно большая популяция пациентов, но, по сути, по количественному значению она равноценна седьмой классификации. Ну, примерно там под 100 тысяч человек, не все вошли в анализ, но и интервал, единственное различие, 10-летний интервал до 2000 года в седьмую редакцию, после 2000 года это база данных в восьмой редакции. Что для них общее? Ретроспективная популяционная база данных. Пациенты, которые входили в состав клинических исследований, не включались в базу данных ТНМ классификации. Второй момент. Что принципиально различно? Географический ареал – резкое возрастание доли пациентов азиатской популяции. А что такое пациент азиатской популяции? Это превалирование ранней стадии. Сразу меняется лицо, стратегия лечения этих пациентов. Доля хирургического метода, как в изолированном варианте, так и в совокупности с комбинированным комплексом лечения, превысила 80%. В ТНМ седьмого пересмотра составило 50%. Вот доля стран, участников базы данных восьмого пересмотра. Европа с превалированием третьей-четвертой стадии и азиатский регион с превалированием первой стадии. Аденокарцинома в гистологической структуре составила 64,6%. Важный интегральный показатель прогноза, на который делан большой акцент, это размер опухоли. Со стратификацией с шагом в 1 см. И было доказано, что увеличение даже размера опухоли на 1 см достоверно ухудшает выживаемость больных. Экстраполировав эти данные на кривые выживаемости в зависимости от критерия Т, оказалось, что при размере опухоли более 5 см результаты равноценны категории Т3, а при превышении 7 см – Т4. Соответственно, размер опухоли от 5 до 7 см отнесен к категории Т3 из группы Т2Б и более 7 см отнесен к категории Т4. Неоднократно сегодня говорилось о значимости критерия ранних стадий. Это критерий Т1. Он, на мой взгляд, имеет принципиальное, одно из главных значений в этой классификации. В седьмой пересмотре Т1 стратифицировался на Т1А – это до 2 см опухоль, и Т1Б – от 2 до 3 см опухоль. Обе эти группы относились к категории 1А. Сейчас мы имеем стратификацию шагом в 1 см под категорию 1А на 1, 2, 3, и включение дополнительного фактора – это минимально инвазивная аденокарцинома, о которой говорил Ашот Миружанович сегодня, но которая не учитывалась как отдельная гистологическая структура в седьмом пересмотре. Сравнение показателей выживаемости – общая выживаемость в группе 1А седьмого пересмотра и стратифицированная выживаемость в подкатегориях 1А восьмого пересмотра, соответственно, с включением минимальной инвазивной аденокарциномы, соответственно, увеличивает кривые выживаемости более 90% в категории 1А и от 1 до 2 см. И вот очень важный момент. Что-то вот 2 см, они постоянно вот этот размер звучат в работах, в статьях, в рекомендациях, в прошлом ТНМ до 2 см, в этом тоже лучше выживаем до 2 см. Что такое вот эти 2 см? Еще в 1975 году японским обществом по изучению рака легкого был внедорный такой термин – ранний рак легкого. Он не очень на слуху, в отличие от раннего рака желудка, но тем не менее, это не что иное, как размер опухоли до 2 см без вовлечения в висцеральной плевре. Это ранний рак легкого. Почему было вот это вот такое распределение, почему его так выделили? Потому что с прогностической точки зрения, в плане результатов и в плане оценки лимфогена метастазирования, опухоли до 2 см выгодно отличались от других типов рака легкого и от других размеров рака легкого. Но если вы обратите внимание, не такой уж это и безобидный рак легкого, это вот тот классический, инвазивный, солидный рак легкого малых размеров, который, собственно говоря, является наиболее частным примером ранних стадий в теракальных стационарах Российской Федерации. Но вот даже до 1 см частота метастазирования составляет 10% и встречается вероятность поражения лимфоузлов уровня Н2. Сегодня, благодаря эре компьютерной томографии, благодаря современным методам лучевой детекции, мы можем определять те опухоли, которые на рентгенографии определить было невозможно, которые проявляются именно липидическим характером роста, которые проявляются минимально инвазивным характером роста. Это GGO в виде аденокарцинома in situ и вот это вот минимально инвазивная аденокарцинома, которая отдельно выделена. И с практической точки зрения, мы, оперируя пациентов минимально инвазивной аденокарциномой, мы что, мы можем… Значит, тут есть два момента. Первое – это при своевременном хирургическом лечении выживаемость достигает 100%. То есть, по сути, гарантированная излеченность пациента от онкопатологии. И второй момент – это то, что при этой опухоли можно применять операции меньшего объема, нежели лобэктомии. То есть, возникает проблема сублобарной резекции легких. Ну, классический пример – это анатомический сегментэктомия. Клиновидную резекцию онкологи не рассматривают как противопоставление хирургии, радикальной хирургии. И анатомическая сегментэктомия – не что иное, как удаление сегмента с изолированной обработкой сосуда бронха корня сегмента и с разделением паренхимы межсегментарной плоскости. Но в сравнении с лобэктомией эта операция что в себе несет? Меньшую онкологическую адекватность за счет ограниченного отступа по паренхиме, за счет ограниченного отступа по бронхиальной культе и за счет ограниченной технической возможности выполнения лимфодисекции, главным образом корневой лимфодисекции. Потому что в любом случае в воротах оставшихся сегментов лимфоузлы остаются, которые были бы удалены в случае, если бы мы пациентам выполнили бы лобэктомию. Поэтому показания к этим операциям достаточно узкие. И именно включает те опухоли, вероятность инвазивности которой практически минимальна. Наши японские коллеги предложили алгоритм, основанный на серьезных рандомизированных исследованиях, выбора объема операции при ранних стадиях рака легкого, включающий размер и ситирайт отношение. Это отношение солидного компонента к общему размеру опухоли. Чем больше это соотношение, тем опухоль ближе подходит к инвазивному росту. 1.0 это классический инвазивный солидный рак. Так что оказывается, что при опухоли до 2 см и ситирайт 0.25, это классическое GGO, можно выполнять даже атипичную резекцию без особого риска. С увеличением сети и увеличением размера опухоли, минимальная инвазивная аденокарцинома классическая, классическая операция на атомический сегмент эктомия. Если опухоль превышает 3 см, надо уже делать лобэктомию. А вот что делать при опухоли до 2 см и инвазивном классическом солидном раке. Вот это вот тот пример раннего рака легкого, который достаточно обсуждается еще с 1975 года. Сейчас проводится два рандомизированных исследования, которые мы результаты будем знать уже, я думаю, что в следующем году или через год. Но эти исследования как раз несут в себе задачу главную определить именно опухоли до 2 см и сравнить объем хирургического лечения лобэктомией или суглобарной резекцией. Возможно ли, не опасно, то есть можно ли их выполнять с принципиальной точки зрения, или все-таки их удел это компромиссный вариант операции. Пока же единственное рандомизированное исследование, законченное, это давно достаточно старое, это исследование Гинсберга, которое продемонстрировало, по сути, полный провал сублобарных резекций. Как по выживаемости, так и по частоте рецидивов. Более свежие данные, популяционные исследования, основанные на большом количестве наблюдений, это исследование Хюлера. Средний размер опухоли составил 1,5 см как в группе лобэктомии, так и сублобарных резекций. Было показано, опять же, преимущество достоверного улучшения выживаемости именно в группе лобэктомии. Другое исследование ДАИ-Шена также продемонстрировало улучшение как общей выживаемости, так и выживаемости опухоль специфичной, которая является маркером прогрессирования. В группе пациентов раком легкого солидного типа до 2 см, в котором выполнялись лобэктомии. Сратификационный анализ зависимости от размера опухоли до 1 см, от 1 до 2 см тоже продемонстрировал лучший тренд в пользу лобэктомии. Поэтому авторы считают, что сегмент эктомии возможен при этих опухолях, но все-таки если пациент не очень толерантен для лобэктомии. То есть вопрос, он достаточно такой щекотливый и остается. Мы в своей клинике тоже провели исследование по возможности выполнения сублобарных резекций при раке легкого, но мы немножко рассматривали по другим углам зрения. Не с точки зрения анатомически изолированной сегмента эктомии, а с точки зрения так называемых сплитлобарных резекций или зональных резекций, как они еще называются, при локализации опухоли в крупных долях легких. И сравнили, выбрали две группы сравнения. В одном случае это пациенты, их небольшая группа 38 больных, которые были оперированы в объеме сублобарных резекций, а вторая группа стандартной лобэктомии. Из группы сублобарных резекций большую часть составила пациенты анатомической 3-сегмента эктомии, верхняя слева. 7 человек было выполнено анатомической резекцией язычковых сегментов, 9 анатомической резекцией 6-го сегмента и 2 пациентам было выполнено анатомической резекцией базальной пирамиды. Что оказалось? Что при сравнении частоты прогрессирования и частоты локорегиональных рецидивов в двух группах, сравнений к существенным достоверным различиям выявлено не было. Всего лишь у одного пациента был выявлен, детектирован внутрилёгочный рецидив, это бронхопульмональный рецидив в корне оставшихся сегментов базальной пирамиды после анатомической резекции шестого сегмента. И не было получено существенных различий в отдалённых результатах в плане выживаемости, хотя есть некоторый тренд в пользу лобэктомии, но различия статистические недостоверны, а регрессионный анализ Кокса продемонстрировал только влияние критерия ТЭКа главного прогностического фактора, имеется в виду не размер опухоли, а вовлечение висцеральной плевры. Не могу не сказать о торакоскопическом доступе. При всём его преимущественной прелести, это на сегодняшний день, конечно, надо считать золотой стандарт хирургии рака лёгких ранних стадий. При преимуществах, связанных с качеством жизни, меньшей болевой синдром и так далее, я не буду на этом останавливаться, имеется абсолютная эквивалентность в сравнении торакоскопического и открытого доступа пациентам, которым выполнялись лобэктомии при ранних стадиях рака лёгкого. Пациентам, которые выполнялись сегменты эктомии при ранних стадиях рака лёгкого. Единственное, если говорить о сегменте эктомии и торакоскопическом доступе, тут возникают несколькие такие моменты, которые уже хирурги прекрасно знают, но самое главное – это вопрос навигации. Потому что если опухоль совсем маленькая, типа GGO, и в открытой хирургии её сложно будет пропальпировать, не говоря уже о торакоскопической хирургии. Поэтому применение различных маркировочных игл, применение хук-вайров, применение красителей в изолированном варианте, в сочетании, применение электромагнитной навигации, есть такое применение гибридной операционной. Всё это уже зависит от возможностей хирурга, от возможностей клиники и от всего сочетания всех этих методов, что да, действительно это можно выполнять. Но самое главное, чтобы это было надёжно и правильно. Следующий момент, о котором надо остановиться – это инвазия диафрагмы. Очень важный прогностический критерий, который сейчас трансформировался из категории Т3 в категорию Т4 на основании изученных отдалённых результатов. В качестве примера приводится работа Галеты 2014 года, которая основана на изучении отдалённых результатов больных группы раком лёгкого с инвазией диафрагмы, которые все были оперированы, все оперированы радикально. Что оказалось? Что в этом ключе прогностическое значение имеет два варианта. Первый – это глубина инвазии смежного органа. Существенно различаются кривые при поверхностной инвазии и при сквозном прорастании диафрагмы, при глубокой инвазии. И второй момент – это поражение внутригрудных лимфатических узлов. Фактор краеугольный, фактор ухудшения прогноза. И вот лимфогенный статус. Очень важный прогностический критерий. Он, естественно, свою значимость не поменял и не может поменять, независимо от критерия N. Только при Т4 в случае N1 и N2 кривые достаточно симметрично расположены и достоверно они расходятся. Только после двух лет начинается расхождение кривых, но без статистической достоверности. Тем не менее, группа Т4, N1 и Т4, N2 не сопряжены в одну стадию, а все-таки разнесены в разные стадии. В одном случае это 3А, в другом случае это 3Б стадия. Изменилось ли критерий в восьмой классификации? Нет, не изменилось. Остался тот же анатомический принцип оценки лимфогенного метастазирования. Но в рамках восьмой классификации был произведен пилотный исследовательский проект количественного разделения критерия N1 и N2 по числу пораженных лимфатических зон. И это на самом деле очень важно, потому что я думаю, что в девятом пересмотре уже мы будем вынуждены количественно оценивать индекс лимфогенного метастазирования. Так вот, N1 разделен на N1А – это поражение лимфоузлов одного коллектора в пределах N1, и N21B – это поражение нескольких коллекторов в пределах N1. N2 включает в себя стратификацию на прыжковое метастазирование, на поражение лимфоузлов одного коллектора N2, но при вовлечении N1, и N2B – это на лимфоузлы несколько коллекторов N2, но при вовлечении N1. Поскольку база ретроспективная, и многие полученные данные не ретроспективные, они не позволили эти критерии рекомендовать для использования сейчас, в восьмой классификации. Но даны очень четкие рекомендации по необходимости принципиального анализа последующих пациентов, которые войдут уже в следующую базу данных, чтобы учесть этот критерий в следующей классификации. В прогностическом плане тоже очень важный момент. Значит, имеется достоверное различие при количественном распределении внутри каждой категориальной составляющей N1 и N2, кроме N1B и N2A. То есть поражение одного лимфатической зоны средостения равноценно поражению нескольких лимфатических зон корня. С практической точки зрения это является определенным шагом к возможным пересмотру стратегии лечения пациента с поражением регионально-лимфатических узлов. При одноуровневом поражении лимфоузлов средостения можно использовать хирургический метод АПФРОНТ. Были и другие работы, которые ставили свою задачу оценить именно число, количественный принцип лимфогенного метастазирования. Вот одно из работ, оно как раз явилось толчком для исследования в классификации восьмого пересмотра, это исследование сажи и цубоя. Очень большое количество, большая выборка больных, и авторы разделили этих пациентов по анатомическому, стандартному принципу, и по количественному принципу. А ключом к количественному разделению явилось поражение четырех лимфатических узлов. Вот это определенное такое пороговое значение, которое влияло на прогноз. При поражении четырех, общее поражение четырех лимфатических узлов прогноз менялся существенно, был хуже, чем при поражении от одного до трех, но уже существенно не менялся, если количество лимфоузлов возрастало. То есть это вот такое пограничное значение оказалось. И при комбинации анатомического принципа и количественного принципа было что получено? Что в случае поражения лимфатических узлов средостения, но общим количеством три, результаты были лучше, чем при поражении только корневых лимфатических узлов, но общим количеством четыре и больше. И авторы делают рекомендации или, скажем так, проводят определенную стратификацию, опять же, критерии Н2 на Н2А и Н2Б, и включая при этом в Н2А пациентов как с ограниченным по числу поражения лимфоузлов средостения, так и пациентов с Н1 с поражением больше четырех лимфатических узлов, даже у которых нет поражения лимфоузлов средостения. А в Н2Б уже, соответственно, включаются пациенты с медицинальным поражением число метастазов, которых превышает четыре. Какие изменения произошли в критерии М? Ну, по сути, это одно такое важное изменение. Это выделен единичный экстратаракальный метастаз. Единичный экстратаракальный метастаз – это стигмат олигометастатической болезни. То есть раньше мы это как-то так не рассматривали отдельно, сейчас мы ее рассматриваем отдельно. С практической точки зрения, это группа потенциальная для применения методов локального контроля. Там лучевая терапия или хирургия в сочетании с системной противоопухолевой терапией. И отдаленные результаты при поражении одного органа экстратаракального идентичны пациентам с внутригрудным отдаленным метастазированием. То есть при поражении плевра, перикарда, то есть которые относятся к категории М1А, которая осталась без изменений сравнительно с седьмой редакцией. Но количество более важно, чем локализация. Что я имею в виду? Что при единичном экстратаракальном метастазе поражение органа мишени не имеет существенного прогностического значения. Будь это метастаз в печени, в головной мозг или в кожу, вот согласно кривым приводимым авторами. Но при этом множественность поражения даже одного органа, это уже существенно хуже, нежели единичное поражение различных органов мишени. И, соответственно, в работе, которая вошла в основу классификации, они еще оставались как М1Б, множественность поражения одного органа, но окончательно отнесены в категорию М1С. Это множественные экстратаракальные метастазы и множественные поражения одного органа мишени. И последнее, на чем я хотел еще заострить внимание, это группы пульмонального метастазирования, которые определяются критерием Т3, Т4 и псилатеральное поражение одной доли или смежных долей и контрлатеральное поражение М1А. Что хочется отметить? Что резиктабельность снижается в зависимости от локализации. Очевидно. Выживаемость снижается в зависимости от локализации. Та же доля, другая доля, контрлатеральная легкая. Улучшение выживаемости при сравнении пациентов, которым выполнялся хирургический метод и которым не выполнялся хирургический метод, улучшение выживаемости наблюдается в группах, соответствующих критерию Т3, Т4. Но при контрлатеральном метастазировании уже этот фактор хирургический не работает, не имеет существенного значения. То есть этих пациентов даже при единичном метастазе, контрлатеральное легкое, оперировать не надо. Другое дело, что надо понимать действительно ли это метастаз. Ну и резюме. Какое значение восьмой редакции ТНМ все-таки можно было бы отметить? Это лучший валидированный прогноз. Это лучшая стратификация клинических групп. И это определенная база, научная основа для сбора проспективных данных с учетом новых прогностических критериев. Спасибо за внимание.